Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Грег Маккеон со своей новой книгой «Без усилий». Вместе с Грегом немного итальянского игристого Ламбруско, которое осталось у нас с празднования 10 тысяч подписчиков на канале. Смотрится, конечно, это чуть странновато, чувак в одно лицо глушит шампунь и рассуждает о книге. Но те, кто смотрел наши обзоры раньше, знают, что для нас в «Читай быстро» нет ничего лучше, чем хорошая книга и бутылочка вина. Без усилий. Это не первое появление Грегов «Читай быстро», книгу «Эссенциализм. Путь к простоте», ссылка на обзор, который появляется прямо сейчас в правом верхнем углу, мы добавили на сайт чуть больше года назад. Сегодня вот снова встречаемся с Грегом, и нужно сказать, что суть книги про эссенциализм сводилась к тому, как правильно расставлять приоритеты, выполнять только то, что приближает вас к цели. Суть посылок Грегов в том, что не нужно делать больше дел на единицу времени, как учат нас тренинги по эффективности, а просто выстраивайте процесс, помогающий делать меньше, а получать больше. Есть ощущение, что просто так с этой лошади Грег не слезет и без усилий станет логичным продолжением эссенциализма и того, что мы уже с вами некоторым образом видели. Давайте попробуем разобраться с этой книгой в 10 фактах трех задач. Поехали. Вся книга в двух предложениях. Книга без усилий рассказывает о неком новом образе жизни и труда, в котором человек действует проще и достигает больше. Она разделена на три основных части. О состоянии непринужденности, о действиях без усилий и о результатах без усилий. Книга рассказывает о том, что делать, если важных вещей в жизни много и нужно уделять внимание каждой из них, но при этом не тратить слишком много усилий. Два типа результатов. Первый факт из книги. Первый шаг к непринужденности – очищение ума и сердца от хлама. Очень часто неудачи могут происходить только потому, что вы слишком хорошо стараетесь. При чрезмерном усердии добиться желаемых результатов иногда выходит чуть сложнее. При этом простой путь не обязательно худший, но это как раз то, что русские классики в лице Александра Грибоедова окрестили горем от ума. Макеон убежден, что существует два типа результатов. Результат одноразовый и результат самовоспроизводящийся. Одноразовые результаты приносят разовую выгоду, поэтому каждый ваш день начинается заново со сверхусилий. От количества приложенных вот этих самых сверхусилий полностью зависит и то, что вы получаете в итоге. Самопроизводящийся результат – это тот, который получается неоднократно с однажды приложенных усилий, как процент с депозита. Не обязательно изнуряющие работать, чтобы получить сам вот этот воспроизводящийся результат. Можно, например, относиться к работе как к игре, и это есть второй факт из книги. Работа и игра могут дополнять друг друга. Не обязательно отделять важные дела от приятных занятий. Это как все, что невкусное, обязательно полезное, и все, что полезное, обязательно невкусное. Так вот, это не так. Их можно совместить. Лучший пример – это датская компания Lego-философия, которая основана на энергичности, веселье и постоянной игре, хотя это многомиллиардный бизнес. Ну, и различные приемы геймификации, которые активно используют разные бизнесы по всему миру, заставляя вас собирать баллы, значки, награды, какие-то ачивки и так далее. Это все можно перенести в свою жизнь, дробить задачи на маленькие кусочки и обязательно вознаграждать себя за достижение каждой микроцели. Это важно потому, что так в вашей жизни, кроме игровой формы, формируются положительные ритуалы. Ритуал, как привычка с душой. Это такое действие, которое приносит вам психологическое удовлетворение в момент именно его выполнения. Если превращать сложную задачу в приятный ритуал, очевидно же, что ее проще будет выполнить. Поэтому и мгновенную радость будет легче получить намного. Вот такое регулярное выполнение ритуалов помогает, кроме всего прочего, снизить тревожность и вернуть себе состояние непринужденности. Я думаю, что после 2020-2021 годов всем нам не помешает немножечко снизить тревожность и вернуть себе состояние непринужденности. Не забывайте при этом благодарить людей, которые находятся вокруг. Рецепт благодарности. Четвертый факт из книги. Получается, что и жалобы, и благодарности, они как бы, ну или какое-то плохое настроение и хорошее, они создают самоподдерживающуюся систему. Однако привычка жаловаться, она, кроме всего прочего, усложнит вам подход к задачам. Вы меньше открываете задачам и меньше замечаете, как истончаются ваши ресурсы. Тогда как благодарность можно, ну и саму благодарность, во-первых, можно назвать достаточно мощной силой изменений, и с помощью благодарности можно добиться в разы большего за короткий промежуток времени. Макеон в книге приводит несколько примеров значения благодарности, которые, ну при критическом мышлении и с первого взгляда вообще тяжело оценить и в это поверить, но он говорит, что, во-первых, благодарность лишает негативные мысли кислорода, вот на физическом уровне. Во-вторых, включает позитивную самоподдерживающуюся систему. В-третьих, благодарность способствует приходу каких-то творческих идей. Она позволяет вам укрепить социальные связи, потому что люди любят, когда их благодарят и гораздо более позитивно относятся к тем, кто открыт и проявляет благодарность. Ну и вас, в свою очередь, делает тоже гораздо более открытым. Вы умеете благодарить, умеете принимать благодарность и, соответственно, становитесь более социальным. Если вы сосредоточьтесь на том, что есть, то эта категория увеличивается, потому что там, где фокус, там энергия, там, собственно, и увеличение вот этой самой категории. Чтобы выработать какую-то новую положительную привычку и научиться фокусировать на хороших вещах, убирайте жалобы и вместо них вводите благодарности. После того, как разберетесь с тем, как это работает на метафизическом, даже физическом уровне, вот как утверждает Макеон, и лишит ваши негативные мысли кислорода, вспомните, что еще было бы неплохо отказаться от злости. Потому что человек, как говорит Макеон, нанимает злость, чтобы довлетворить свою эмоциональную потребность, чтобы создать ощущение какого-то контроля над ситуацией, чтобы получить внимание, чтобы уклониться от обязательств и даже иногда, чтобы защитить себя. Это все контрпродуктивно в средне-долгосрочных перспективах, но иногда нам крайне необходимо для того, чтобы здесь и сейчас почувствовать себя защищенным. Самое важное, это чувство, чувство злости забирает у вас ресурс и не дает ничего взамен. Если вы отпустите желание наказать обидчика, быть злым и так дальше, вы сами как бы получите заслуживаемую свободу. Для этого научитесь брать паузу. Выполняйте дела, после которых вы можете восстанавливаться сегодня же. Чередуйте эти дела. Не считайте, что что-то зазорное в том, чтобы после выполнения определенной задачи, определенного кусочка этой задачи поблагодарить самого себя отдыхом. Макеон пишет, что больше сна – это лучший подарок для тела и ума человека, и вам для этого нужно убирать отвлекающие факторы для того, чтобы лучше высыпаться. По поводу сна очень много сейчас исследований, и очень много больших корпораций заставляет своих сотрудников. Я вот читал недавно статью про Google, который прям вынуждает сотрудников больше спать и следит за качеством сна, потому что считает, что это один из основных факторов, который влияет потом на продуктивность и на то, насколько люди отдаются работе и могут быть сфокусированы на ней. А вот, кстати, фокусироваться на работе мешает в том числе катаракта в нашей голове. Это шестой факт из книги. Ну, конечно же, это метафизическая какая-то катаракта. Так Макеон называет отвлекающие факторы, которые мешают вам быть… Не очень я люблю эту формулировку, но мешают вам быть в моменте. Вы, когда оставляете запрос на установление какого-то контакта, вы можете от вашего партнера получить три возможные реакции. Принятие этого запроса, отклонение в виде спора или враждебности и игнорирование. И вот отдача людям всего внимания производит колоссальный и длительный эффект. Поэтому важно поставить истину собеседника выше собственной, не высказывать мнения и советы. И перед уборкой вот этой вот ментальной территории очистить свое пространство. Суть заключается в том, что все ограничения, они находятся в вашей голове. Фокус находится в вашей голове. Умение благодарить тоже там. И если вы не можете совладать вот с этими простыми вещами, значит вам нужно убрать вот эту самую катаракту в вашей голове, чтобы дальше навести порядок, расхламить эту ментальную территорию и дальше действовать с большими силами и энергией. При этом действие должно выполняться без лишних усилий. Собственно, квинтэссенция всей книги в седьмом факте. Тут капитан очевидность, ведь действие, говорит Макеон, без лишних усилий позволяет достичь большего результата, без переутомления, без отлагательства дел, без длинных раздумий, без сверх вот этих ваших посылов, сверх энергии. Чтобы приступить к работе над каким-то огромным проектом, вот как мы уже говорили, важно определить вид готового результата, поставить ясные условия завершения, уделить пару минут визуализации того, что вы хотите получить в итоге и составить список «Сделано за день». Ешьте слона по кусочкам и не забывайте про очевидное первое действие. Выделяйте крошечный шаг, называйте его, определяйте успешность-неуспешность этого крошечного шага, что должно быть за него сделано, за этот шаг, и такими же шагами потом меряйте весь прогресс. Чтобы повысить мотивацию, начинайте с 10 минут сосредоточенной деятельности. Это техника помодора, если слышали про нее, ну там 20, по-моему, минут интервалы. Но это тот период времени, когда вас ничего не должно отвлекать, вы должны быть сосредоточены, не обязательно супер много усилий, но фокус, расхламление и сосредоточенность на одном каком-то процессе. Не идите на пролом, отдавайте предпочтение легкому и непринужденному темпу, в котором вам комфортно. Это тоже важно, потому что вы путь в тысячу лье начинаете с одного шага и не собираетесь закончить его уже завтра на больничной койке. Поэтому пусть будет, результат у вас будет с легкостью. Если вы хотите собирать плоды ваших трудов с минимальным количеством дополнительных движений, то значит вы готовы получать результат с легкостью. Изучайте, принимайте, принимайте вот эти все принципы раз за разом, пользуйтесь тем, что было известно до вас, учите других людей этому, следите за тем, чтобы в окружении у вас были люди, которые точно так же исповедуют те же самые ценности, и тогда это все будет как само собой разумеющееся, и результат будет получаться с легкостью. Ну и про людей, которые рядом, десятый факт из книги, правильный подбор персонала, я его вынес сюда, потому что очень часто те люди, которые читают нонфикшн-литературу или краткие обзоры нонфикшн-литературы, они кроме того, что отвечают за самих себя, отвечают еще за какие-то небольшие компании, в которые нанимают людей. Так вот, Макеон говорит, что доверие позволяет создавать слаженные высокоэффективные команды, ничего необычного, да, так и есть. И вам нужно набирать сотрудников не только умных, но еще и инициативных, потому что инициативные как раз смогут распространять вот те самые контакты доверия, распределять роли и ресурсы. Они помогут вам решать проблемы до того, как они возникают, подмечать ошибки до их совершения, и тем самым уменьшать количество усилий для достижения необходимого результата. Такими были 10 быстрых фактов из новой книги Грега Макеона «Без усилий». Я скажу честно, она мне очень сильно перекликнулась с эссенциализмом, который он написал чуточку ранее. Возможно, это часть мыслей, которые он доразвил, часть мыслей, которые не поместились в первую книгу, но, в общем-то, это все в одной и той же конве развивается. Вот эти две книги отвечают на один и тот же вопрос про более комфортную и счастливую жизнь, но при этом достаточно продуктивную, с достижением каких-то результатов. Три задачи из книги всегда записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения. Надеюсь, вы все про него уже знаете. Если вдруг нет, то погуглите «Лучший подарок на любителю читать нонфикшн-литературу» на любой праздник. Нет букнота, записывайте куда угодно, но нонфикшн-книги нужно обязательно документировать. Так вот, задача первая. Пересмотреть распорядок дня и сократить на 10% рабочее время, стараться выполнять тот же объем задач после уменьшения времени благодаря концентрации. Второе. Убрать отвлекающие факторы, принудительно уменьшить время на соцсети, телефоны, мессенджеры и следить за показателями активного времени экрана на телефоне. У меня там среднее в день, что порядка 6 часов. Мне кажется, это очень много. Я бы хотел, чтобы было поменьше. Ну и третья задача. Отказаться от злости. Не знаю, как это у меня получится. Написал себе в пункты отказа от злости информационная гигиена, практики эмоционального контроля, в которые входят спорт, медитация, ритуалы. И, конечно же, бокал белого, красного или игристого. Таким был Грег Макеон со своей новой книгой «Без усилий». И таким был проект «Читай быстро» на этой неделе. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик. Давайте дружить в Инстаграме. Приходите на блог почитать обзоры еще других книг Грега или каких-нибудь других писателей. Проверяйте свою скорость чтения. Замеряйте, насколько она осознанная с помощью нашего специального инструмента. Делитесь сертификатом с результатом скорости вашего чтения с друзьями в социальных сетях. В общем, делайте все то же самое, что делали и неделю назад. Увидимся с вами ровно через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok